Мне хотелось здесь читать комментарий одного подписчика Wolfman про в контексте осквернения секса, который я делала в перевод нарциссы Дениса, где он говорил, что мы партнеров оскверняем сексом. То есть нам кажется, что мы оскверняем себя и партнеров. Так вот он пишет, я полностью зачитывала. Вот про осквернение сексом, это крайне интересная тема про всех людей со всеми типами расстройства личности, точнее расщепления единой личности. У них всегда одна их ангельская или светлая субличность или несколько премножеством расщеплений. Это, кстати, очень хорошо описано в романе Булгакова «Мастерная Маргарита». Есть Воланд, а есть Иисус Христос, два суперэго. Но я об этом буду потом говорить. Потому что там нужно подробнее рассказывать. Всегда в той или иной, но достаточно сильной и крайне полярной степени. Они идеализируют, обожезляют и превозносят секс. И все связаны с этим процессом вещи, понятия, действия. И свои, и партнеры, и всех других людей. Тело, идея, мысли, слова, звуки, образы, запахи, вкусы, ощущения, чувства, эмоции, интересы, предпочтения, инстинкты, привычки, эксперименты, движения и связи. И другая субличность или их группа, демоническая, животное или темное, ровно наоборот, демонизирует. Или как минимум обесценит все то же самое. И обе эти прямо противоположные сущности, все поперечные и другие субличности внутри человека с таким расстройством личности, и всех окружающих его людей, особенно самых родных и близких, ведут с собой постоянную и, как правило, очень ожесточенную, непримиримую и беспощадную борьбу. Точнее, самую настоящую войну. Да, нарцисс хуже всего обращается с самыми близкими. Либо со всеми, либо он выберет кого-то одного. Это касается не только нарциссов, но и пограничников, пограничное расстройство, там тоже есть расщепление. Либо так называемых черных эмпатов. Кто такие черные эмпаты? Это люди, которые находятся на невротическом уровне, то есть у них нет расстройства личности. Но они, возможно, вышли из такой семьи, где, возможно, только один человек имел какую-то странность, а не обязательно был нарциссом, был отвергающим. И они сформировали так называемые токсичные паттерны поведения с тем же самым расщеплением, о котором говорит вот этот подписчик мой. Именно поэтому я их называю условно. Это не такого названия нет, но это я это название придумала. Основываясь на своем опыте, да, консультировании, что есть так называемые жертвы нарциссов, которые ведут себя очень токсично. Это так называется невротический сценарий. Вот как вот Лобковский, знаете, Павел Лобковский, да, вот этот невротический сценарий, невротический сценарий. Да, есть люди на невротическом уровне, которые ведут себя хуже нарциссов. Иногда при определенных ситуациях, если их спровоцировать, спровоцировать их детские травмы, то они ведут себя... Я потом буду на примерах конкретных, да, ну вот, например, та же Маргарита Мастер и Маргарита, да, она же стала практически нарциссом, да, помазав себя кремом, она стала нарциссом. На время, да, но у нее был приступ, да, то есть она вторичная психопатия была, приступ или как еще называют в англоязычных источниках взрыв супернова. То есть все над этим смеются, но я еще не считаю, что это смешно. Либо они развивают суперэмпатию. Люди из семей, которые были... Были один из родителей, отвергающие, могут развить некую форму суперэмпатии, одновременно вести себя токсично. Это вообще очень интересная тема, но сейчас не об этом. То есть, да, идет расщепление образа родителя, этот образ родителя переносится на партнера, и вот начинается вот такая свистопляска. А другая субличность или их группа, демоническая, животное или темное, ровно наоборот, демонизирует их как минимум, обесценивает все то же самое. То есть, когда спрашивают, нарцисс, когда настоящий, когда вас идеализируют или когда обесценивают? Он настоящий в обоих случаях? И когда вас идеализирует, он настоящий, и когда вас обесценивают? Есть ли это, конечно, не вот эти иногда игры? Иногда они как бы выучили, да, что вот это работает? Некоторые, особенно социопаты, могут крутить кино, что называется, да, перед вами. То есть, изображать там бомбардировку любовью. У меня был такой вот, я недавно буквально, вот я пишу про нарциссов, он ко мне подъезжает и говорит, я нарцисс, там, это самое, тебя люблю, но вот просто кино крутил. Это вот у него от скуки. Вот, поэтому, но чаще всего это абсолютно искренне. Обесценивает то же самое. Да, поэтому нарцисс может сначала идеализировать какие-то ваши черты, а потом их же обесценивать. Потому что внутри нарцисса живут две личности. У него вот эта картинка девочек, сайта девочки с нарциссическим расстройствами личности. Я вот о ней и говорила. Это Татьяна, которая стихи пишет. Вот, вот, два, один демон. Помните, еще Сара, Кластер Бин Милкшейк, говорила, что две личности, это их супер-эго контролирующие. Вот этот Воланд был супер-эго мастера. Мастер, будут уже объяснять, что такое, почему нарциссы называются мастерами, владыками. Масоны и нарциссы называют себя мастерами. Поэтому и название мастером горит. То есть, вот этот один Воланд, а другой, вот, типа Иисус Христос. То есть, две субличности расщепленные. То есть, у нарциссы образ родителя расщеплен и образ себя тоже расщеплен. Так. И, в общем, о чем говорит этот подписчик, его семьи, ближайшее окружение, то есть, на всех уровнях, мечется между, то есть, заставляет родственников имитаться между двумя этими существами. Крайний, то есть, демон и ангел. То есть, одновременно нарцисс может быть и ангелом, и демоном. И, как бы, он заставляет вас становиться этим демоном. Воспоминайте Воланд, мастер, да, то есть, нарцисс, мастер. Нарцисс, мастер, мастер и Маргарита заставил Маргариту стать кем? Нарциссом. И на нее одел корону и отправил на бал сатаны. Он, как бы, проецирует на нее свое вот эту вот темную. Или вспоминаем демона Лермонтова, нашего любимого нарцисса Михаила Лермонтова. Самое его гениальное произведение «Демон». Внизу дам ссылку. Особенно посмотрите вторую часть. Он жертву забирает к себе. Он хочет ее забрать так же, как мастер забрал к себе Маргариту в ее мир. Но она оттуда вырвалась. Да, и его забрала. Да, в конце концов. Как она это сделала? Это очень интересно. Инструкция, как лечить нарциссизм. Так. Особенно людей, уже сильно зараженных, захваченных, контролируемых и управляемых нашими низшими сущностями и субличностями. С их совершенно безумными, бессовестными, смертельно опасными для них самих же и для их партнеров и всех родных, близких, окружающих людей экспериментами, опытами, всеми извращениями, садомазохизмами, групповухами, грязными, изнасищенными сексами, в самых грязных и опасных местах и в самых грязными, больными и опасными людьми и прочими подобными их проявлениями. Да, нарцисс пытается, как бы, вот эту грязь распространить на окружающих. Поэтому, если вы это примете, вы станете такой же в его глазах. И ему от этого, как бы, станет легче. Почему ему становится легче? Ну, он скажет, ну, я же не один такой, вон, смотри, ты такая же. Поэтому никогда, ни в коем случае не соглашайтесь, потому что после этого следует период вашего тотального обесценивания и утилизации. Ну, вы такая же, как и все, такая же, как моя мать. Он вас выкинет. В том числе, все виды преднамеренного, как осознанного, так и неосознанного, и, как всегда в этих случаях и случках, совершенно случайного и неожиданного осквернения, унижения, издевательства, насилия и причинения духовного, душевного, ментального, психического и физического ущерба, увечья и повреждений, порчу во всех видах и формах, всем святым сущностям, их телам и органам. Хоть как-то связано с настоящим, правильным, безопасным и полезным сексом и половыми идентичностями, различиями и отношениями. Этот процесс, собственно, так и называется везде и всегда порчи. То есть нарцисс на вас накладывает порчу. Он мало того, что накладывает порчу на вас, он еще и накладывает порчу на весь ваш род, на ваших детей. То есть ваши дети будут такими же порченными, с пороками. Посмотрите на Сару, у него трое детей, все три больные. Этот процесс, собственно, так и называется везде и всегда порчем, опущением, унижением, обесцением, лишением его целостности, как личности. Сломали целку. Они, кстати, любят вот такие выражения. Целку сломать, отыметь, изнасилованием и оствернением человека, его семьи, детей и родителей. Поэтому они так любят, вот, и кампания по дискредитации. Это же иногда такие вещи говорят. Вот просто вот думаю, господи, как вот можно человеку вроде бы вменяемому придумать какие-то вообще просто абсолютно безумные сплетни. Вот нарциссы придумывают сплетни, это просто, это самое вот... У них, они живут по принципу Геббельса. Да, вы вспоминаем, нацистская Европа, это была нарциссическая Европа. Геббельс жил по принципу. Какой у него главный принцип был? Чем безумнее ложь, тем легче, тем быстрее в нее поверят. Они придумывают такую безумную иногда ложь, когда пытаются осквернить. Вот вспоминаем сразу вот Анастасия Макеева, вот с этим, со своим там любовником, мужем новым, да. Как же они, как они поливают грязью какими-то безумными словами бывшую семью, которая, которую ее муж, она увела мужа из семьи с четырьмя детьми, и чтобы не чувствовать себя виноватыми, они начинают ее поливать грязью. Причем самыми такими грязными способами. Так же самое, как Меган Маркл. Поливают семью мужа, вот эту монаршую семью Британии. Такими только они уже, только они не знают, чего только придумать. Ее уже десятки раз ловили на лжи. То же самое Эмбер Хёрд. Десять лет придумывает всякие небылицы про мужа. Уже десять раз куча свидетелей доказали, что она врет, преднамеренно, и она продолжает это делать. Зачем? Им хочется видеть вас оскверненными, испорченными, потому что им не хочется быть в одиночестве со своим вот этим бурлящим дерьмом. Как-то так.